МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В настоящее время в городе функционирует 211 парковочных мест. А скоро появится еще 11 участков улиц. Тем временем существующая система оплаты парковок горожан не устраивают. Рязанцы готовят обращение в прокуратуру. В чем причина, выясняла Алена Куколева. Время – деньги. На улицах города уже не первый месяц работает система платных парковок. Еще 11 улиц платными сделать планируют уже этой осенью. Тем не менее, у многих автовладельцев до сих пор возникают проблемы с оплатой парковки. 20 рублей – сумма небольшая. Но только вот наличные система не принимает. Да и к банковским картам относятся избирательно. А возможность оплатить через специальное приложение с помощью интернета есть не у всех. Современные смартфоны до конца не вытеснили обычные сотовые телефоны. Юристы поясняют – паркоматы на рязанских парковках работают с нарушением закона. То есть, если на территории муниципального образования, то есть город Рязань, кто-то не принимает наличные денежные средства, то есть национальную валюту, принятую в Российской Федерации, он ограничивает ваши права по использованию денежной единицы, которая должна быть в Российской Федерации в ходу в различных вариантах. И никто не имеет права вас заставлять платить в том виде, который придуман, может быть, суперсовременным каким-то мальчиком или девочкой, которая решила свои знания привить абсолютно всему населению города Рязани. То есть, это затрагивает интересы десятков тысяч автолюбителей, у которых в кармане есть 20 рублей, способные оплатить наличными за час парковки. Но нет, у них эти деньги никто не принимает, они должны иметь навороченные смартфоны. Юлия Архарова столкнулась с проблемой платных парковок сразу в 8 раз. Ровно столько штрафов пришло ее мужу. Она уверена, паркоматы в нашем городе установлены с нарушением закона о защите прав потребителей, а также гражданского кодекса. Закон о защите прав потребителей, пункт 16.1, гласит, что любой гражданин имеет право оплатить товар или услугу наличными деньгами, банковскими купюрами национального образца. Ни одного паркомата с купюру приемниками на тех местах, откуда пришли штрафы, не было. Поэтому мы отказываемся платить. Юлия и ее супруг направили заявление в Роспотребнадзор и создали петицию с требованием провести прокурорскую проверку. В обращении говорится, что многие водители оплачивать штрафы не намерены, пока в городе не появятся паркоматы с купюру приемниками. Кроме того, штрафы приходят даже за те случаи, когда машина стоит не на специально отведенных местах, а непосредственно перед и после поворота на дворовую территорию. Это нарушение правил дорожного движения, но оно не попадает под действие законов о платных парковках. И выписывать эти штрафы имеют право только сотрудники ДПС. На основе этого случая мы с мужем создали петицию, которую подписывают люди. Уже порядка 300 человек подписало. И после чего обращение будет передано в Рязанскую прокуратуру. С похожими ситуациями сталкиваются и в других городах страны. В Екатеринбурге Управление Роспотребнадзора провело проверку и признало, что паркоматы в городе работают с нарушением закона, а автомобилистам разрешили не оплачивать стоянку на тех платных парковках, на которых нет возможности оплаты наличными. Получится ли у Рязани защитить свои права, как это получилось сделать у столицы Урала, увидим уже скоро. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В Рязани вновь произошел пожар. На этот раз огнем было охвачено двухэтажное здание в центре города. Подробнее в репортаже Анны Герцовской. Сообщение о пожаре на улице Фурманово поступило в МЧС вечером во вторник в 19.54. Оказалось, что горит нежилой кирпичный дом. По предположениям очевидцев, пожар могли устроить частые гости этого здания. В этом доме, который сгорел, никто не жил, но собирались бомжи, вполне возможно, из-за них этот пожар и произошел. Пока нет достоверно-точной информации, объясняющей причины пожара. В свою очередь, на место возгорания выезжали 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 5 пожарных автомобилей. Огонь был ликвидирован в кратчайшие сроки, поэтому кроме старой разрушенной постройки вокруг него ничего не пострадало. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Кирпичный нежилой дом двухэтажный, размером 20 на 40 метров. Кровля металлическая. Огнем уничтожена кровля, повреждено здание по всей площади. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб восстанавливаются. Во вторник, 19 сентября, в Советском районном суде Рязани состоялось оглашение приговора в отношении бывшего заместителя начальника управления по развитию инженерных коммуникаций управления капитального строительства администрации Рязани Сергея Солодова, а также предпринимателей Анатолия Сухова и Алексея Киселева. Следственным судом установлено, что в апреле прошлого года заместитель начальника управления по развитию инженерных коммуникаций управления капитального строительства администрации города Рязани Солодов через посредника получил от руководителя строительной организации взятку в сумме 250 тысяч рублей, из которых вознаграждение непосредственно посредника составило 100 тысяч рублей. Денежные средства предназначались за действия, которые были направлены на выдачу, разрешение, навод и эксплуатацию жилого дома. В ходе следствия по делу было выявлено еще три эпизода преступной деятельности Анатолия Сухова. В декабре 2015 года он подделал разрешение на строительство и навод в эксплуатацию здания. В феврале 2016 года Анатолий Сухов согласился помочь своему знакомому и получил от него 400 тысяч рублей для передачи в качестве взятки. Предназначалась она для якобы должностных лиц администрации города Рязани, чтобы получить разрешение на строительство жилого комплекса. Получив деньги, Анатолий Сухов оставил их себе. Судом были исследованы все доказательства, представленные стороной обвинения, в том числе допрошены около 50 свидетелей. Исследованы письменные и вещественные доказательства. Собранные отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области и представленные государственным обвинением в ходе судебного заседания доказательства, признаны судом достаточным для вынесения приговора. Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя назначено наказание Сергею Солодову в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также штрафом в размере 5 миллионов рублей. Анатолию Сухову в виде штрафа в размере 8,5 миллионов рублей. Алексею Киселеву назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. На телефон службы 112 ежедневно поступают несколько сотен звонков и на все обращения экстренные службы обязаны реагировать, даже если звонок очень необычный. В городе Рязани на телефон службы 112 поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что в жилом доме города Курска якобы заложена бомба и планируется совершение террористического акта. В рамках межведомственного взаимодействия сотрудники ОМВД и УФСБ России по Рязанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали автора телефонного сообщения. Им оказался 23-летний житель Курской области, который временно проживал в Рязани в квартире своего знакомого. По предварительным данным, молодой человек позвонил в экстренную службу в состоянии алкогольного опьянения. Сделал он это из личных неприязненных отношений к своей знакомой из Курска. Возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. С 21 сентября две маршрутки и автобус изменят схему движения. Управление транспорта администрации города сообщает, что автобусы маршрутов номер 4 и 47 теперь будут следовать по улицам Костачева, Новаторов, Крупской в районе школы номер 53, Юбилейной и Московскому шоссе до конечной остановки. Маршрут автобуса номер 88 также изменится. Он будет проходить по улицам Великаново, Юбилейной, Московскому шоссе, Авиационной, Забайкальской до конечной остановки. При этом сохранятся действующие интервалы движения автобусов по указанным маршрутам. Актуальные вопросы по применению специальных налоговых режимов 20 сентября обсудили в администрации города. Семинар посетили налоговики и представители бизнес-сообществ. Главными нововведениями по единому налогу на вмененный доход является продление его действия до 1 января 2021 года и предоставление предпринимателям право уменьшать налог на сумму страховых взносов для себя и сотрудников не более чем на 50%. На семинаре коснулись перехода на предельный доход отметкой 45 млн. рублей до 112,5 млн. рублей. Вырос предельный размер дохода, по превышению которого утрачивается право на применение упрощенной системы налогообложения с 60 млн. рублей до 150. Кроме того, увеличена и предельная величина стоимости основных средств со 100 до 150 млн. рублей. ЕНВД коснулась и расчета налогов на транспортные услуги. Теперь количество транспорта в собственности у предприятия или предпринимателя не должно превышать 20 автотранспортных средств. В противном случае юридическое лицо не может применять единый налог на вмененный доход. В Рязанской области появилась виртуальная книга жалоб и предложений. На сайте НашДом рязанцы смогут высказать свое мнение по поводу многоквартирных домов, дворовых территорий, дорог, поликлиник, парковок и многого другого. В разделе голосований можно вынести проблемный вопрос на обсуждение. На карте области уже отмечено 17 жалоб и 4 предложения, которые, согласно статусу, отправлены исполнителю. Пользователи могут оставлять их анонимно. Однако, чтобы запускать опросы и голосовать, нужно зарегистрироваться. 20 сентября в детском эколого-биологическом центре прошел областной конкурс ЮНАТ-2017. В традиционной ярмарке приняли участие школьники города и Рязанской области. О том, что они вырастили своими руками, расскажет Галина Ершова. ЮНАТскому движению исполнилось 99 лет. Легендарный для нашего города сад ЮНАТов открылся в мае 41-го года, незадолго до начала Великой Отечественной войны. А в 45-м году те, кто вернулся с фронта, посадили в саду 12 яблонегруш. Они цветут и плодоносят до сих пор. На станцию юных натуралистов в детстве ходили наши бабушки и дедушки, мамы и папы. Они изучали здесь искусство ведения огорода и выращивали свои первые цветы. Прививали яблони, выращивали сады, выращивали сады по всей области. Ну и пропалывали, выращивали цветы, клумбы, рассаду. Ну и, конечно же, еще делали исследовательские работы. Они по сортоиспытанию и по различным качествам, по составу различных овощей, фруктов. Сегодня жизнь в саду продолжает кипеть. Правда, теперь он называется детский эколого-биологический центр. Ежегодно в нем занимаются более двух с половиной тысяч детей. Нам надо тоже предлагать те вещи, которые действительно сейчас интересны. Например, какой-то уникальный хендмейд из ювелирной глины, из ювелирных смол, с использованием маленьких природных материалов. Опять же, флористика у нас достаточно интересное направление. Вот сейчас планируем еще разные как раз создания флорариумов, террариумов, аранжировки флористики. Акцент в детском эколого-биологическом центре делают на профориентацию и получение ребятами дополнительной профессии. Например, здесь можно изучить азы ветеринарии, лесного дела или ландшафтного дизайна. Ребята не просто в теории узнают, как выращивать, что такое, какие почвы, какие растения. Они на практике создадут свой проект, и они его здесь, на нашей территории, реализуют. И, естественно, они потом получат по окончании школы диплом об окончании этого проекта. Кроме того, у нас очень активно развивается второй год уже сетевой образовательный проект «Агрошкола», где ребята получают реальную профориентацию. У них часть занятий проходит на нашей базе, часть на базе Агротехнологического университета, часть на базе лучших хозяйств Рязанской области. А вот интерес юного поколения к непосредственно сельскому хозяйству несколько остыл. Однако на областной конкурс ЮНАТ привезли не меньше тонны продуктов, выращенных своими руками. В ярмарке, которая проходит уже более 20 лет, традиционно принимают участие школьники из всех районов Рязанской области. Выращивали чеснок, кубачки, огурцы, ну все закрывали и привозили на ярмарку. Помидоры пахнут тем, что настоящими помидорами, никак в магазине, никак. Нет, я очень довольна. Анастасия и Екатерина приехали из Рыбновского района. Их деревня Новая Батурина славится капустой. Девушки и сами выращивают ее уже более 10 лет и знают все тонкости. Она должна быть, как вот, ну сейчас сам распространенную капусту, сам покупает, она должна быть средняя, а если на терку, то покрупнее выращиваем. Ну, ее желательно надо пахать, удобрять и ухаживать за ней полоть, чтобы она выросла хорошей. Если не будете ухаживать, то она вырастет маленькая, которая никому не нужна совсем. Я думаю, что гордость – это все овощи, которые мы сюда привезли. Их настолько много. У нас вот свекла. Я еще нигде такую не видела, если честно. Кабачки большие. Такая мусорка, у нас размеры не славится. Да, да. В основном у нас удалось с тыквой. У нас большие опыты происходят в школе. Мы скрещиваем сорта. Школьники соревнуются в семи номинациях. Среди них – полеводство, овощеводство и пчеловодство. Их натуральные продукты уходят сладков за считанные минуты. Кто оказался самым вкусным, определят покупатели. А вот имена самых талантливых фермеров назовут уже 21 сентября. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В четверг без холодной воды останутся Рязанские колледжи, завод и более 10 жилых домов. Об этом сообщил сайт госадминистрации. Из-за ремонта водопровода воду с 9 до 5 часов отключат по следующим адресам – улица Солнечная и улица Семинарская. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте городской администрации. 19 сентября в Рязани открылся Центр детского развития под названием «Новые горизонты», построенный компанией «Зеленый сад». Для 72 детей из многодетных, малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями занятия проводятся бесплатно. Варе 8 лет. С раннего детства она подпевала музыкантам и двигалась в такт мелодии. Однако отдать ребенка на танцы у родителей не получалось. Из-за двигательных проблем и речевой задержки девочку отказывались брать в кружки. Мечта Варя осуществилась этой осенью. В Рязани открылся Центр детского развития «Новые горизонты», где не проводят границ между обычными и особенными детьми. Мы ходим сюда с большим удовольствием. Моей дочке очень нравится занятие танцами. И преподаватель согласился с нами первое время заниматься индивидуально, потому что какие-то первые движения у нее получаются не очень хорошо. И чтобы заниматься в группе, их нужно хорошенечко отработать. Большое яркое здание расположилось на границе с лесопарком по адресу Окский проезд, дом 4, корпус 2. Оно занимает более 460 квадратных метров. Здесь могут заниматься 250 девчонок и мальчишек от 1 года и до 15 лет. Шахматы, логопедия, школы раннего развития, дзюдо и самбо. Подобрать образовательную программу по душе может каждый. Хотелось бы пожелать нашим воспитанникам, чтобы их учеба была интересной и увлекательной. Большинство методик Центра являются авторскими. Они разработаны на основе передового российского опыта и развивают творческие способности детей, стимулируют в них самостоятельность и изобретательность. Преподаватели прошли строгий отбор, каждый из них мастер своего дела и очень любит детей. А штатные психологи помогают им подобрать оптимальную нагрузку под особенности конкретного ребенка. Есть возможность теперь у ребят из самых различных слоев населения нашего заниматься здесь, в этих прекрасных условиях. Здесь совершенно недалеко, вы все знаете, находится городок для приемных семей, ключ так называемый. Здесь ребята с ключа также будут заниматься наравне с остальными детьми. Цена занятий ниже средних по городу, а для 72 детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья, занятия проводятся безвозмездно. Их спонсирует компания «Зеленый сад». В рамках проекта «Мы живем у каждого в душе». Большая благодарность здесь компания «Зеленый сад», которая не просто подарила городу здание, в котором открывается этот центр, но и продолжает поддерживать и дает возможность бесплатного обучения здесь ребятам. Важно даже не только то, что здесь соблюдены все условия доступности для особенных детей, но то, что эти дети здесь бесплатно будут заниматься. Действительно, 12 детей будут безвозмездно получать знания, социализироваться, находить новых друзей в этом замечательном центре. Центр детского развития «Новые горизонты» оснащен всем необходимым для полноценного развития детей. На территории в полтора гектара ребят ждут физкультурные и игровые площадки с равном безопасным оборудованием и детский автодром. Однако компания «Зеленый сад» продолжает развитие прилегающей территории. «Здесь прямо рядом через три года будет строительство детского сада, прямо вот на этом месте. А так каждый наш жилой комплекс комплектуется набором арендаторов, социально ориентированных для жильцов. В каждом центре есть медицинский центр обязательно, в каждом жилом центре, в каждом жилом центре есть детский центр. Мы считаем, что это стандарт работы любого застройщика в городе». Благодаря очень удобному расположению заниматься в центре детского развития смогут как дети из Рязани, так и из пригородных поселков. Ребят ждут в гости для совместных игр и, конечно, увлекательного обучения. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok.